Казахстанских спортсменов вновь заподозрили в употреблении допинга. На этот раз в центре скандала оказалась сборная нашей республики по биатлону. Сейчас спортсмены находятся в Австрии и борются за медали на чемпионате мира. Делать это им приходится в состоянии сильного стресса. Ведь всю прошлую ночь они провели в полицейском участке и вынуждены были давать показания. Илья Рыбин с подробностями. Биатлонисты обессилены. Прошедшая ночь стала для многих испытанием. Мы очень сильно переживали, мы вообще не понимали в чем происходит дело, почему так именно нашу команду, что за подвох. Почти всю ночь не спали. Утром вялые были, на старт выходили тоже, сил не было никаких, ни эмоций, ни сил. Нашу сборную заподозрили в употреблении допинга. На одной из станций технического обслуживания в Альпах местные жители увидели, как вышедший из микроавтобуса мужчина выкинул в контейнер большую коробку. Позже в ней обнаружили использованные шприцы, ампулы и аккредитационные документы. Сомнительную находку передали полицейской службе Восточного Тироля и контролерам Национального антидопингового агентства Австрии. Они установили, что коробка принадлежала спортсменам из Казахстана. А уже позже, после обыска в номерах наших спортсменов, Министерство внутренних дел Австрии опубликовало на своей странице в Facebook фотографии изъятой дорожной сумки. Они озадачены, каким образом спортсменам удалось провести в страну такое количество медикаментов. По факту нарушения антидопингового законодательства продолжается проверка. Речь может идти и о возбуждении дела по спортивному мошенничеству, за что в Австрии предусмотрено уголовное наказание. Тем временем в Министерстве туризма и спорта Казахстана говорят, что наличие допинга в крови еще не доказано и официальные обвинения не предъявлены. Это халатное отношение нашего врача. После использования надо было нарушить порядок утилизации этих отходов, медикаментов. То, что они бросили где-то. Естественно, в Европе очень сейчас активно ведется работа с терроризмом. Естественно, все это мимо не проходит, и поэтому они выявили. В Министерстве культуры и спорта уверяют, что у спортсменов в наличии были только разрешенные медикаменты на случай болезни. Результаты допинг-проб нашей сборной по биатлону еще не объявлены, и команда участвует в чемпионате мира. Илья Рыбин, Нуркенток Мурзин, Информбюро, Астана.